Друзья, здравствуйте! Вот, наконец, мы с вами и встретились, чтобы отвечать на ваши вопросы в моей рубрике «Вопросы и ответы». Ну а в конце я некоторым из вас по традиции погадаю, тоже отвечу на вопросы. Видео выходит с некоторой задержкой. Все, потому что мне, как всегда, некогда, потому что я очень занята личными, персональными гаданиями в преддверии Нового Года. Многие хотят узнать свою судьбу, гадают на год и вообще, поэтому у меня мало времени. Наверное, пора мне это уже прекращать и переключаться полностью на канал, вот как вы думаете. Прошу вашего совета. И вы обратили внимание, конечно, уже, что я в очках необычно. А все потому, что состоялась мировая премьера нашего любимого, продолжение нашего любимого сериала «Секс в большом городе». Если вы не видели еще первые три серии нового сезона, вышли, посмотрите. Я их посмотрела, и вот что хочу сказать. Да, очки, потому что Кэрри, нашу любимую героиню, мы впервые увидели в очках. Ну, вероятно, создатели сериала хотели подчеркнуть возраст. Хотели этим сказать, что прошло время, героиня изменилась. То есть, у меня очки без диоптрий, но это, сути дела, не меняет. Итак, это первое, о чем я хочу с вами говорить. Так много мыслей, так много выводов необычных у меня случилось в связи с этими новыми сериями «Секса в большом городе». Ну, первое, я хочу сказать, что, и вы тоже, если смотрели, обратили внимание, на что вы больше всего смотрели, на сколько изменились наши героини за прошедшие годы. Ну, и что вы думаете, сильно они изменились? Нет, я думаю, что не сильно. И выглядят они, безусловно, на свой возраст, безусловно, выглядят они очень хорошо, потому что и сами они постарались сохраниться до этих лет, но и стилисты, и художники сериала отлично поработали над костюмами и над всем остальным. Первый вывод, какой? Для того, чтобы через 30 лет, а с момента выхода первых серий прошло, получается, 23 года, наверное, примерно настолько, да? Первый вывод, который мы должны сделать, чтобы нормально выглядеть через годы, надо оставаться в прежнем весе. Потому что, вот согласитесь, что и Сара Джессика Паркер, и Кристин Дэвис, и Синтия Никсон снимаются в этом сериале, вообще продолжение сериала возможно только потому, что артистки сохранили более или менее прежний вид, да? Если бы они растолстели, если бы они поддались вот этой тенденции, возрастной набор веса, то, наверное, продолжение сериала мы бы не увидели. Первый, это Людмила Гурченко еще говорила, ее секрет она говорила, как выглядеть всегда хорошо, ну и относительно молодо, относительно об этом позже я тоже скажу. Нужно всегда весить, как и в 18 лет, нужно сохранять вес тот, который у вас был в 18 лет, и это, ну, более или менее вам даст возможность с возрастом не меняться. Это первый закон, известный, но героини нашего сериала нам его очень хорошо, наглядно продемонстрировали. Спасибо им за это. А второй вывод, который, опять же, чисто визуально я, например, сделала. Вывод такой, выглядеть по-настоящему моложе, то есть обмануть природу и выглядеть не на свой возраст, невозможно. Вы тоже заметили, да? То есть, учитывая средства, которые есть у актрис, которые исполняют эти роли, учитывая старания суперспециалистов, это можете себе представить, да? Это лучшие специалисты по красоте в мире, они им доступны. Тем не менее, наши героини выглядят исключительно на свой возраст. Ни первый, ни второй, ни третий, я сейчас про главных героинь говорю. Нельзя дать меньше лет, чем им есть. Правда? И это тоже стоит усвоить и запомнить. Выглядеть младше, моложе своих лет невозможно. Представляете, ни одной даже голливудской актрисе, которая прилагает максимальное усилие к этому, это не удается. Возраст очевиден, несмотря ни на что. Несмотря на тот же спорт, на пластику, на уколы и прочее, прочее. Прическу, роскошную одежду, возраст заметен. Поэтому тоже для девочек такой грустный вывод. Не обольщайтесь, не думайте, и уж тем более вслух не говорите. Я выгляжу моложе своих лет. Никто не выглядит моложе своих лет. Это невозможно, понимаете? Невозможно возраст просматривается такой серьезной печатью на лбу, припечатан у всех. Третий вывод из моих. Героини изменились, женские персонажи изменились внешне, актрисы изменились. А вот мужские не изменились. Посмотрите, это те, кого мы увидели в первых трех сериях. Это мистер Биг, это Стэнфорд, друг Кэрри. И вот молодой человек, с которым Стэнфорд живет. Не помню, как его зовут. Вот они все выглядят ровно, как 20 лет назад. Абсолютно никакой разницы. Поэтому вот так вот. Да, природа несправедлива. Мужчины, если хотят, если прилагают усилия, избегают вредных привычек, занимаются спортом, вообще следят за собой, мужчины могут отлично выглядеть очень-очень долго, почти бесконечно. А женщины нет. Представляете? Великая несправедливость природы. И я объясняю эту несправедливость тоже моей любимой, с точки зрения моей любимой теории эволюции. Я думаю, что эволюции, вообще у эволюции самая главная задача заставить людей размножаться, плодиться. И вот эволюции важно было сделать не фертильных женщин, а женщины, наши героини, после 50-ти, понятно, что они не исчерпали фертильный возраст, фертильное время. Эволюции было важно не фертильных женщин сделать непривлекательными. Для того, чтобы мужчины, понимаете, их не выбирали, а выбирали бы себе молодых женщин и продолжали рожать детей. Да, удовлетворять вечные ненасытные потребности вот этого великого эволюционного процесса. Да, мужчины, вот эти вот герои абсолютно не изменились, они такие же и особенно такие же, как и прежде, на фоне женских персонажей. На это тоже я обращаю внимание. Есть претензии к сценарию, они есть у зрителей, у критиков, уже известна точка зрения. Меня больше всего удивил вот этот вот, как мне кажется, странный ход сценаристов. Умертвить мистера Бига, мужа Кэрри. Я понимаю, зачем это сделали. Чтобы сериал продолжался, Кэрри, естественно, должна быть свободной. У неё должны быть похождения. То есть какие могут быть похождения у замужней женщины, правда? То есть создателям сериала было важно Кэрри освободить, чтобы было потом на чём строить разные сюжеты. Но почему они её освободили именно таким способом, вот я тоже догадываюсь. И мне эти мотивы не нравятся, этот способ не нравится. Я думаю, что здесь продвигается вот эта вот идея смешная или жестока, идея про любовь до гроба. Но не могла великая любовь, вокруг которой крутились предыдущие шесть сезонов сериала, закончиться разводом. И мне кажется, что создатели сериала хотели в нас, зрителях, сохранить веру в вечную любовь, что только смерть разлучит их. Но в итоге получилось, по-моему, не знаю, как вы думаете, но, по-моему, получилось хуже. Потому что мы все поняли, что даже самая замечательная, волшебная, космическая любовь, самые космические чувства могут внезапно оборваться кончиной, смертью одного из фигурантов. И мне кажется, это грустнее. Лучше бы они их развели. Правда? Вот меня бы устроил такой сюжет, чтобы Кэрри и мистер Биг развелись, но остались друзьями. Пусть бы он присутствовал как вспомогательный персонаж в некоторых сериях. Пусть бы мы тоже видели, что с ним дальше после брака с Кэрри, после развода с Кэрри происходит. Но, видите, решили совсем по-другому. И выставили Кэрри абсолютно идиоткой, когда она, увидев умирающего мужа на полу в ванной, не бросилась звонить в скорую, а стала его обнимать и даже целовать. И всё причитала милой-милой. Хотя знала, что он имеет слабое сердце, и что у него, наверное, раз он пил таблетки, у него были такие приступы до этого. В общем, вот так. Вот этот ход, этот эпизод, а, собственно, вокруг него действия первых трёх серий крутятся, мне исключительно не понравился. Я надеюсь, что вы посмотрели эти три первые серии нового сезона, и надеюсь, что вы видели сам сериал. Если не видели, особенно весь сериал, но вдруг такие зрительницы у меня есть, обязательно посмотрите. Идеи и морали, наверное, которые несёт сериал, мало применимы в нашей с вами реальной жизни, потому что он рассказывает про жизнь всё-таки весьма обеспеченных людей, которые проживают прекрасную жизнь в Нью-Йорке. Да, кстати, ещё один вывод. Нью-Йорк такой же, только стал ещё лучше за эти 30 лет. Вот. Прекрасную напрасную жизнь герои сериала проживают, но он очень эстетичный, он кормит глаза, и в этом сериале можно, за просмотром этого сериала, можно научиться тому стилю, можно научиться тому, что с чем носить, какие туфли правильные к какому платью, ну и так далее. Вот это первое, о чём я с вами хотела поговорить, и это первая тема, на которую я жду ваши комментарии и вопросы. «Секс в большом городе» — наш любимый сериал. Мне кажется, что я много раз каждый сезон пересмотрела в своё время, и многое помню, особенно вещи и интерьеры. Ну, поскольку я в основном за эстетическую сторону цепляюсь всегда. А теперь я отвечаю на ваши вопросы. Вопросы очень интересные, содержательные. Как всегда, спасибо вам большое. Первый вопрос такой. Автор не называет имени своего. «Что вы думаете о таком явлении, как сплетничество? Почему люди сплетничают, и наказывает ли их за это Вселенная?» Интересная тема, правда? В прошлый раз мы с вами говорили про зависть, теперь говорим про сплетни. Получается так, что у нас разговоры только плохого, всё только плохие новости. Но я вас, конечно же, удивлю. У меня достаточно альтернативный взгляд на сплетни, и не только у меня. Ну, это известный факт. Во-первых, немножко давайте на сплетни посмотрим абстрактно. Я ни в коем случае сплетников не оправдываю. Более того, я понимаю ваше возмущение и недовольство, и понимаю, как вы можете от сплетен страдать. Но давайте посмотрим с какой-то исторической, такой антропологической точки зрения на сплетни. Что такое сплетни? Благодаря сплетням когда-то человек выделился из ряда животных. Древние люди, наверное, и летом были, может быть, обезьяны, потому что до сих пор, кстати, это слепое звено в теории эволюции. Не найдены же переходные виды, вот обезьяны к древнему человеку. Не найдено их, нету. Как будто бы они не жили никогда. Поэтому я тоже не могу сказать, на каком этапе это случилось. Это обезьяны или древние, или древние люди наши предки. Но они однажды начали сплетничать. И таким образом совершили такой речевой скачок, культурный скачок. Потому что общаются и разговаривают все животные. Ну, многие, по крайней мере, высшие. По крайней мере, наши ближайшие родственники, млекопитающие, приматы тем более. Кошки разговаривают между собой. Делефины очень активно говорят, разговаривают между собой. Но о чем они говорят? Вот два кота, когда встречаются, вы слышите их крики. Они говорят только о присутствующих, да, между собой. Только ты и я. И они выясняют отношения, которые есть между ними строго в настоящий момент. Один кот говорит другому, я здесь хозяин, а ты уходи. Точно так же и дельфины. Один другому кричит там, по-своему, не знаю, ультразвуком или чем-то, дает сигнал, что там акула, уходи, уплывай. Они говорят только про себя и про тебя, и никаких третьих лиц. Правда? Они не используют своих глаголов в третьем лице. И говорят только про настоящий момент. А вот люди говорят про других людей и про прошлое и будущее других людей. Это и называется сплетней. То есть вот представляете, какой прорыв, какой это был качественный скачок в речи и в мышлении людей, как они мгновенно стали отличаться от животных. Только что два древних человека говорили, как животные, только о себе, например, что подай мне каменный топор, например, и он подает. А однажды древний человек сказал другому, а мне Василий вчера подарил каменный топор. Почувствовали разницу? Присоединяется третье лицо, отсутствующее, и присоединяется другое время, ненастоящее. Вот так вот мы стали мыслить. Понимаете, да? То есть вся наша система культурная, интеллектуальная, мыслительная родилась из сплетен, из способности сплетничать. Поэтому ценность сплетен отрицать ни в коем случае нельзя. Ну, а если говорить уже так о нашем времени, прикладно, и отвечать на вопрос зрительницы, то сплетням надо, безусловно, радоваться. Если про Вас сплетничают, это значит, что Вы живете. Это значит, что Вы интересно живете, что есть за что зацепиться языкам в Вашей жизни. Сплетничают. О чем обычно сплетничают люди? О личной жизни и о деньгах. Да? Если сплетничают о Вашей личной жизни, радуйтесь, это значит, что эта личная жизнь у Вас есть. И если сплетничают о деньгах, значит, что у Вас есть деньги. и мне кажется, сплетни это даже такой трамплин, это повод не только порадоваться за себя, но и даже большего достигнуть. Посмотрите, люди обращают на Вас внимание. Причем, заметьте, чаще всего про Вас сплетничают люди, про которых Вы не сплетничаете, потому что Вам их жизнь пресная и неинтересная. Представьте, насколько в более выигрышной позиции относительно сплетников Вы сами оказываетесь. И я рекомендую сплетни приветствовать. Более того, Вы знаете, ведь талантливый человек из любого материала сделает конфетку. И мы знаем, что известные люди, знаменитые люди, особенно российские звезды этим грешат. и сплетен делают свою популярность. То есть нарочно выбрасывают в пространство, в медиапространство какие-то слухи даже о себе для того, чтобы зрители и подписчики сплетничали. И в итоге это все приносит доход. Вот придумайте, если уж Вы так страдаете от сплетен, то есть придумайте какую-то для себя монетизацию этих сплетен. То есть это же все равно чья-то энергия. Энергия, время, нервы, которые люди тратят на Вас. Если Вы подумаете, если Вы хладнокровно, без обид к этому материалу подойдете, я уверена, что Вы что-то полезное извлечете. Придумайте, как это обернуть себе на пользу вслед за известными нашими звездами. например, что еще хотела сказать про сплетни. А вообще, вообще, с юридической, с правовой точки зрения на это тоже можно посмотреть, на сплетни, не только с исторической. Дело в том, что все плохие дела людей, все, что люди делают неправильного, обидного, несправедливого, плохого рано или поздно достигает вот этой вот критической точки, когда это деяние, пусть даже слова, наказываются законом. Для этого в человеческом обществе существуют кодексы, законы, суды и вообще исправительная какая-то система. Точно так же и про сплетни. Вы знаете, если сплетни действительно серьезные и по-настоящему могут принести вред вашей репутации, то эти сплетни уже называются клеветой. А за клевету у нас в уголовном кодексе предусмотрена специальная статья, и там есть санкции, в основном, конечно, штрафы, но могут быть исправительные работы, может быть, даже лишение свободы, но в отдельных таких очень специфических случаев, а в основном это публичная клевета. Поэтому смотрите, к какому выводу я вас подвожу на тему сплетен всех моих зрителей, которые от сплетен успели пострадать. Мы можем сделать вывод, что сплетен не существует. До той поры, пока сплетня не выросла до клеветы, то есть до уголовно наказуемого деяния, сплетня это просто разговор. А дальше, если уж выросла, то, пожалуйста, вы можете за защитой своих прав обращаться в правоохранительные органы. Должна сказать вам, что клевету вот такую, которую, скорее всего, имеет в виду зрительница, бытовую клевету доказать очень трудно. Вот. И в судах традиционно дела о клевете мало. Вот. Такое у меня для вас напутствие. Жить надо так, чтобы про вас сплетничали. А вы можете, а какой выход, чтобы про вас не сплетничали? Ну, здесь на самом деле не так все сложно. Одевайтесь плохо, похуже, хуже, чем сейчас. откажитесь от личной жизни, живите всегда в одном и том же месте, потому что во всех случаях, когда вы переезжаете, про вас будут сплетничать, как про новую соседку. Если вы живете в одном и том же месте, желательно, кстати, вот прям там, где вы родились, в этой же квартире, то, естественно, про вас сплетничать давно устали, не будут. потом я еще рекомендую не менять работу, потому что в новом коллективе обязательно про нового человека будут сплетничать. Не меняйте работу, работайте всю жизнь на одном месте, про вас тоже сплетничать уже скучно, всем надоело, тоже сплетен никаких не будет. И в итоге вы проживете прекрасную, отвратительно скучную, ущербную жизнь и совершенно без сплетен. Вот. Но выход есть. В любом случае, как всегда, как говорят, даже если вас проглотили, у вас все равно остается два выхода. Так и здесь. Либо вы сплетни приветствуете, радуетесь им и извлекаете из них пользу, либо вам жизнь не в радость самой, про вас никто не сплетничает, потому что вы никому даром не нужны. Понимаете, да, о чем я говорю. ну и вторая часть вопроса, почему, а и наказывает ли людей за сплетни вселенной. Вот здесь уже, как говорится, совесть надо иметь. Понимаете, в мире творится так много зла, настоящего, отвратительного, ужасного зла. Я говорю про войны, про насилие разного рода. И даже за это людей не наказывает вселенная. Их за это наказывают правоохранительные органы. И то, если только поймают. Поэтому уж за такую мелочь, как слова какие-то вселенная, мне кажется, не будет наказывать, потому что ей не до этого. Вселенная все-таки занята какими-то глобальными серьезными задачами. Поэтому не надейтесь. Сплетников вы можете сами наказать двумя способами. Во-первых, обратиться в суд, если уж так все серьезно. А во-вторых, можете жить еще лучше. Знаете, так прям нарочно на показ. И давать каждый день новый повод для сплетен. Поверьте, это будет самая жестокая наказание за сплетников, чтобы они прям просто, знаете, иссушили зубы и языки стерли, сплетничая вас. Вот это настоящее месть будет, настоящее наказание. А на вселенную здесь не надо рассчитывать. Я думаю, у нее руки до каждого сплетника просто не дойдут. все, что я хотела сказать. На самом деле, как всегда, хотел сказать намного больше, но время нас опять же торопит. Следующий вопрос. Помните, в моем прошлом видео я подбросила вам тему стереотипа о знаках зодиака? Ну, как правило, неприятные стереотипы. Я там уговаривала тельцов не верить, что они обжорливые и ленивые. Прожорливые и ленивые. И вот написали, да, первое. Хочу заступиться за скорпионов. Бытует мнение, что более расчетливых, мстительных и холодных людей не существует. Сама не раз сталкивалась с тем, что человек, с которым общались какое-то время, вдруг буквально отшатывается, узнав дату моего рождения. Скорпионы умеют по-настоящему сочувствовать. Да, большинство не забудут обид, но не станут подло хватать за штанину из-за угла. Да, вот такой стереотип про скорпионов существует, что скорпионы это буквально страшные люди, которым нельзя ни в коем случае доверять. Я даже слышала такую версию, что со скорпионами нельзя общаться, потому что вот они, вот этот вот драматический, тяжкий, тёмный восьмой дом олицетворяют, и что они притягивают в жизнь вашу, если вы с ним общаетесь, со скорпионом, что он в вашу жизнь притянет тайны, обманы, несчастья, нечистую силу, в общем, всё-всё-всё, вот что хотите, вот даже так говорят. Я же думаю, когда-нибудь отдельно я буду говорить про каждый знак, надеюсь, беспристрастно и содержательно, а сейчас только скажу вам всем, дорогие скорпионы, вот если бы передо мной в ряд поставили 12 человек, представителей разных знаков и заставили выбрать с кем идти в разведку, я выбрала бы скорпиона, вот точно, абсолютно. Каждые люди, каждый, каждый знак для чего-то, вернее, да, люди каждого знака для чего-то хороши, с кем-то отлично развлекаться, с кем-то хорошо работать, ну, много там чего, и много разных есть занятий, но вот именно в разведку идти нужно со скорпионом, почему? Потому что скорпионы очень выносливы, а это важно, все-таки на выносливого человека легче положиться, скорпионы очень внимательные, все-все скорпионы замечают, ничего, скорпионы замечают даже то, чего нет, понимаете? Даже тончайшие движения чьих-то глаз, чьей-то души скорпионы считывают, тоже очень полезное качество, ну, и в конце концов, да, скорпионы очень-очень верные, вот. Мне нравятся скорпионы, я их, им очень доверяю, всегда в своей жизни приветствую, ну, жизнь меня особо скорпионами почему-то не балует, вот так вот, не было у меня близких подруг никогда скорпионов, родственников нет даже скорпионов, то есть я в такой бесскорпионьей среде пребываю, вот, хотя мне скорпионы очень нравятся, не знаю, чем это обусловлено, меня в основном тотально оккупируют близнецы, близнецов много, скорпионов очень мало встречаю в жизни, вот. Потом еще про весов тоже отдельный вопрос, самый ужасный стереотип, что весы нерешительные, знаю, как минимум восемь весов, даже посчитано, очень рационально и целеустремленно и знают, когда и какое решение принять. вот про весов, да, тоже есть, как бы, это даже не то, чтобы стереотип, это некая астрологическая аксиома, то есть это такая базовая характеристика знака, весы это нечто вечно колеблющееся, соответственно, представители этого знака затрудняются с выбором, эту сумку купить или эту, туда пойти, на этот концерт пойти, или на этот, или в этот кинотеатр, и это действительно есть. А еще нерешительность весов может от чего происходить, почему-то кажется, что весы нерешительны, потому что весов легко переубедить, в чем-то разубедить. Вот только что весы говорят сделаю так, но тут кто-то плюс-минус более-менее авторитетный рядом появляется, несколько доводов вовремя, правильно сказанных, и весы уже передумали. Вот представители других знаков, например, овны, тельцы, козероги даже, с ними этот фокус не пройдет. Это Некрасов, по-моему, писал. Некрасов, да? Мужик, что бык, втемяшится в башку, какая блажь, колом ее оттуда вы не выбьешь, упирается, все на своем стоит. да, это вот все применимо к земным людям, например, к некоторым огненным, но не к весам. Весы просто неупрямые, поэтому кажутся нерешительными. Хотя, вот парадокс в том, что я встречала в своей жизни весов максимально решительных. Как раз-таки это были люди, вот как минимум несколько человек, и я даже на них иногда в жизни ориентируюсь, иногда где-то в глубине души, внутри себя беру с них пример. Встречала я весов, у которых наоборот, самый короткий путь был от момента принятия решения до воплощения. Это были очень решительные люди, которые вообще никогда не выбирали, то есть никогда не имели трудностей с выбором. мгновенно принимали решения, ну там, я не знаю, можно было их переубедить или нет, но они действительно не колебались. Решения принимали самые рискованные, внезапные, парадоксальные, даже странные. Это были решения, которые, может быть, им даже и вредили, но тем не менее, они их принимали очень скоро. А поэтому вот такой. Но это есть трудности с выбором. я бы сказала так, что это не нерешительность в буквальном смысле, это трудности с выбором. Весам трудно выбирать. Мы говорим про классических, настоящих представителей знака, то есть мы здесь не рассматриваем, может быть, весов, мешанных там с кем-то. Следующий вопрос очень тоже большой, боюсь я на эту тему заговориться, потому что много есть что сказать. Наталья спрашивает. Хотела бы узнать больше про 12-й дом гороскопа. У меня пять планет в 12-м доме, и он очень, поэтому для меня интересен, и информации про 12-й дом мало. Ну, конечно, мало про 12-й дом информации, потому что никому неохота про него писать, потому что в 12-м доме, друзья, это вот последний дом в Зодиаке, 12-й, их всего 12, для тех, кто не знает. Вот там собирается всё, что не поместилось, не влезло в предыдущие 11-й. В 12-м доме собираются, этот дом представляет подсознание человека, его альтер-эго, и туда попадают разные нереальные вещи, интуиции и сны, страхи и комплексы, предчувствие будущего, тайны, и состояние психики в конечном итоге. Поэтому даже описывать 12-й дом, даже описывать аспекты по 12-му дому и присутствие планет в 12-м доме астрологам достаточно сложно вот именно из-за этого, потому что там все вот такое вот неосязаемое, но прелесть вот опять же этой системы 12-ти домов в том, что ни один дом не существует в вакууме, они очень тесно между собой сообщаются, пересекаются, и вот 12-й дом такой невидимый, незаметный, непонятный, мутный даже, тем не менее, дает колоссальную проекцию на жизнь других домов. 12-й дом нереальный, а на реальную жизнь он очень-очень влияет, и влияет причем каждый день, если вы даже подумаете, вы заметите и согласитесь, что даже выбор каждого дня вы делаете, заглядывая неосознанно в ваш 12-й дом. Например, живет у вас в 12-м доме какой-то страх, маленький или большой, неуверенность какая-то, страх, сомнение в себе. Из-за этого страха вы не претендуете на новую должность или не претендуете на какую-то престижную работу, вы боитесь, безотчетно, при этом сами не понимаете, что происходит, жалуетесь на судьбу, может быть, говорите, что же это такое, мне с работой никак не везет, вечно я, мне мало платят и вообще я занимаюсь каким-то неинтересным делом, да, а это все проекция вашего 12-го дома, вы просто боитесь, боитесь отказа или боитесь зарабатывать большие деньги, что угодно может быть там. Вот, положение планет в 12-м доме, это, конечно, очень важно. Я вообще рекомендую всем, ну, естественно, изучать свою натальную карту и изучать в числе прочих содержимое 12-го дома, положение планет в 12-м доме. Ну, тут зависит все от того, какие планеты в 12-м доме, в каком знаке этот ваш 12-й дом, какие аспекты, потому что проявляться это может быть очень по-разному, надеюсь, если моя рубрика «Вопросы-ответы» будет процветать долго, будете ее хорошо смотреть и поддерживать вопросами, то когда-нибудь мы и поговорим, когда исчерпаем другие воли и общие темы, когда-нибудь и поговорим. Там, Марс в 12-м доме, Сатурн в 12-м доме и так далее. Сегодня я расскажу про Венеру в 12-м доме. Почему? Потому что ко мне часто обращаются за личным гаданием или за личным гороскопом женщины с Венерой в 12-м доме. Это вполне объяснимо, но естественно, потому что гадалкам обращаются женщины с неудавшейся личной жизнью, а она у них не удается во многом. Благодаря Венере в 12-м доме логично, что я именно таких женщин чаще всего встречаю, потому что успешные в личной жизни женщины удовлетворены и не гадают. Ко мне приходят другие. Вот Венера в 12-м доме очень интересное явление. Если не работать, не прорабатывать вот эти вот тенденции, которые она несет, можно очень сильно в итоге не то, что пострадать, а страдать всю жизнь. Венера в 12-м доме ориентирует женщин, только про женщин сейчас говорю, мужчин там, я думаю, что немножко по-другому все будет. Вот. Ориентирует женщину, склоняет женщину к воображаемым отношениям, к воображаемым любовным историям, к любовным историям, которых нет по большому счету. Что происходит? Одно свидание или два свидания, или пусть там какой-то период о любовь. Потом в реальной жизни ничего нет. Личная жизнь уходит в воображение, в подсознание, в фантазии. И дальше женщина этот самый роман с конкретным человеком уже додумывает, потому что ей интереснее, ей приятнее этот воображаемый роман, чем реальный. Очень хорошо на эту тему сказала когда-то Марина Цветаева. Это Венера в двенадцатом доме сто процентов. Больше ни дать, ни взять, ни прибавить, ни убавить. Ей принадлежит, по-моему, Марина Цветаева эта фраза. Скорее выйдите из комнаты, чтобы я начала писать про вас стихи. Понимаете, да? Женщина с Венерой в двенадцатом доме мужчину в принципе из своей жизни очень быстренько выпроваживает, неосознанно, но выпроваживает, чтобы остаться уже наедине с воображаемым персонажем и с воображаемой историей. Кроме того, такой женщине интереснее, естественно, не проживать вот эту вот банальную бытовую жизнь с конкретным постоянным партнером, да? Ну, что может быть интересного в том, чтобы варить борщ каждый день, там, ждать мужа с работы, слушать его скучные разговоры про бампер побитый или что-то такое, да? Интереснее всё-таки с этим мужчиной условно расстаться и додумывать, какой была бы история, что-то придумывать. Кстати, Венера в двенадцатом доме даёт много снов. Такой женщине часто снится мужчина, с которым роман, она проживает в голове, переживает. Эти сны как бы дописывают, дорабатывают историю, которой не нашлось места в реальной жизни нашей героини. Понимаете? Да, я очень надеюсь, что я это понятно говорю. Женщины с Венерой в двенадцатом доме часто выбирают отношения на расстоянии, на удалении. Слава Богу, сейчас есть интернет и можно выбрать героя, да? на каком-то сайте знакомств, героя с другого континента, который точно вас не испугает там носками в углу. Зато можно на него посмотреть, зацепиться под сознанием за пару фраз, за какой-то образ. Дальше уже вы выключаете скайп и у вас эта история додумывается, проживается и всё. Это Венера в двенадцатом доме. Часто такие женщины любят с другими обсуждать любовную историю. Это же тоже часть воображения, когда вы рассказываете, у вас свидание длилось час, например, с каким-то парнем, а вы потом шесть раз, по шесть часов, шести разным подругам это свидание пересказали. Вот она. И вам интереснее пересказывать это свидание, а не идти с ним на второе. Когда вас подруги устанут слушать, когда материал исчерпается, то вам неизбежно придётся на второе свидание идти, чтобы опять писать, понимаете, эти условные стихи про этот роман. Вот. Вот так она работает. И я сразу, когда вижу в гороскопе Венеру в двенадцатом доме, я сразу женщину предупреждаю, что если специально не будете вытаскивать, вот так вот вытягивать осознанно из подсознания в реальную жизнь ваш роман, то так и будете всю жизнь по-настоящему одна, а в голове занятая. Будете говорить. Говори мне что угодно, но в ответ ты услышишь всегда моё сердце не свободно. Понимаете? Вот это всё Венера в двенадцатом доме. И не случайно я цитирую стихи и песни Венеры в двенадцатом доме связаны с творчеством. Это отметка писателей, это отметка поэтов. Поэтому если у вас Венера в двенадцатом доме, вам скорее всего подходит писать книжки, а может быть не только проза, может быть даже стихи у вас родятся. Именно через Венеру. Вот это отличная кстати новость мне кажется для всех. А для меня тоже, потому что у меня у самой Венеры в двенадцатом кстати доме. И я вообще-то в своей жизни все вот эти вот сценарии предусмотренные этой Венерой я как раз по полной программе пережила. Но я всегда это знала и всегда себе в этом отдавала отчет. Через Венеру в двенадцатом доме отлично идет творческая реализация. То есть вы можете любовь заменить творчеством. Очень хорошо сублимируется она у вас в творчество и тогда соответственно не надо романа переживать любовный, а надо писать. И это будет вам вот так вот достаточно. Это все про двенадцатый дом. Поэтому да, если вас беспокоит ваш двенадцатый дом, смотрите каждую отдельную планету именно в этом доме, что она значит, знак, в котором дом. А еще интересно, что у вас если активный насыщенный двенадцатый дом, видите, весь гороскоп будет нас туда заводить. Управители домов будут нас все время заводить в этот двенадцатый дом. То есть о чем бы мы ни спросили, про работу, любовь, партнерство, про друзей, про деньги, управители домов нас будут все время заводить двенадцатый дом. И будут говорить, отвечать так, где искать любовь? в двенадцатом доме. А деньги? В двенадцатом доме. Попробуй их там найди. Вот так. Это очень непросто. И потом еще хорошо это или плохо, вот насыщенный двенадцатый дом. Человек с активным двенадцатым домом имеет тонкую душевную организацию. Так их и называют, с тонкой душевной организацией. А остальные выходят с толстой душевной организацией. И тут все зависит конечно от профессиональной принадлежности, от среды, где вы проживаете. Потому что вот в какой-то творческой богемной среде насыщенный двенадцатый дом будет на пользу. Вас будут называть интересным, оригинальным мыслящим. Потом люди с активным двенадцатым домом очень хорошие рассказчики. А рассказчики, мы сейчас постиндустриальное время переживаем, рассказчики во всем мире очень сильно ценятся. И будут цениться еще сильнее. С каждым годом ценится все больше. Это вот хорошее. ну а в какой-то рабочей крестьянской среде насыщенный двенадцатый дом наверное это скорее источник проблем. Потому что там оценивается все реально и там сильно творческий тонко организованный человек скорее выглядит неуместно и немножко как будто бы он не оттуда. Как всегда выход все тоже. Важно найти своих и успокоиться. важно найти себя. Свою профессию призвание себя правильно применить. И тогда любой гороскоп опять же нужно из любого материала делать конфетку. Даже из супер проблемного двенадцатого дома можно очень хорошо реализоваться и сделать карьеру какую-то творческую. И дальше я отвечаю на вопросы может быть даже с помощью карт. Времени не так много остается. но вопросы такие интересные и правильные которые не могу обойти. Ольга вопрос тяжелый для меня помочь мира спрашивает. Ольга вопрос тяжелый для меня помогите пожалуйста спросите у карт надо надо ли мне принять гендерную дисфорию не знаю ударение дисфории моего ребенка 17 лет или попробовать настоять что остаться девушкой прекрасно бабах так много вопросов здесь во первых я хочу сказать что я думаю на эту тему мне пришлось даже смотреть в интернете что это такое дисфория я в интернете написано что это буквально стресс который человек испытывает из-за несовпадений между своей гендерной идентичностью и полом приписанным при рождении то есть я понимаю это проблема гендерной идентичности то есть если ты родилась девочкой ощущаешь себя мальчиком или наоборот родился мальчиком ощущаешь себя девочкой я думаю на эту тему что таким людям конечно очень сильно не повезло я думаю что вот эта вот гендерная проблема гендерной идентичности это действительно проблема я думаю что эти люди которые не в своем поле да себя чувствуют по-настоящему несчастны я думаю что это ужасное страдание это настоящий ад а вот попробуйте представьте вот себя на месте такого человека представьте что вас на завтра в дяденьку превратили вот вы ходите не знаете куда податься не знаете как жить эту жизнь да но это ужасно это ад то есть игнорировать потребности таких людей тем более если это ваш ребенок ни в коем случае нельзя нельзя отмахиваться и закрывать глаза потому что эти люди очень очень уязвимы я думаю очень уязвимы и для других проблем и для другого вообще источника стресса вот и так далее а дальше что хочу сказать что значит попробовать настоять настоять настаивать во первых надо уметь тут тоже очень много тут важно являетесь ли вы достаточным авторитетом для своего ребенка можете ли вы вообще что-то настоять не надо обольщаться по определению да родители являются авторитетами для своего ребенка но только до 6 лет в 17 нет этот закон уже не работает тут важно насколько авторитетно ваше мнение важно ценно а потом второе настоять что остаться девушкой прекрасно я даже не представляю какие доводы вы будете приводить я могу кстати их привести почему девушкой быть лучше чем мальчиком потому что жить с девочками намного легче всегда можно найти дурака который будет отдавать себе зарплату да и не особо работать а мужчин так реже прокатывать их за это альфонсами называют ну вот это единственный плюс мне кажется такой который можно прямо девочке привести девочке которая хочет стать мальчиком вот а почему вас это беспокоит еще меня я думаю что почему все так серьезно дело в том что поменять пол это очень дорого и очень вредно для здоровья ужасно вредно люди трансгендера что ли они называются которые меняют пол не живут долго это колоссальные дозы гормонов это море вообще ограничений по жизни то есть нужно оценивать окупится ли такая колоссальная жертва в итоге и чем окупится вот но тем менее вы же спрашиваете карты поэтому я спрошу это у меня классическая таро райдера и у это в руках как вам относиться к вот этой самой гендерной дисфории вашего или дисфории вашего ребенка 17 лет все серьезно это не пубертат уже потому что подросткам все простительно подростки ищут себя ну вот старое время помните мы этими вопросами не задавались мы не знали что можно быть девочкой а чувствовать себя мальчиком потому что ни по телевизору ни в кино не говорили а сейчас только об этом и говорят кстати даже вот в этих новых сериях секса в большом городе девочка дочка вот та которая родная дочка Кристин Дэвис кого играет героиня я забыла вот она тоже заявляет что ей неприятно когда называют ее девочкой она себя девочкой не ощущает то есть это сейчас популярная тема я думаю что если бы в нашем детстве это было бы так раскручено то может я бы тоже не нравилось что меня называли девочкой потому что я в куклы не играла например и одежда мне мужская всю жизнь нравится и сейчас я кстати кое-что покупаю в мужских разделах в интернет магазинах да футболки например или лангсливы вот футболки с длинными рукавами они в мужских отделах лучше они качественнее и у них расцветки благороднее тоже возьмите на вооружение если в женском у них рукава длиннее у меня же исполинский рост и мне у женских кофт рукава короткие а я покупаю мужские чтобы мне ручки прикрыть вот так поэтому тут все не знаю но спросим карты как вам относиться к этому три карты раз два я так и знала представьте я заранее но мне настолько особенно вот эти старые колоды затертые вот эти вот у меня настолько с ними связь что я заранее не вытащив знаю какие будут карты может быть это и плохо поэтому мне надо чаще новые колоды использовать вам попадают вот такие вот три карты значит центральная двойка кубков вам нужно очень войти в тесный эмоциональный контакт с дочерью вам нужно сейчас быть с ней буквально парой то есть я даже не говорю что вы должны оказывать ей поддержку понятно она ваша дочь вы должны ей всегда всю жизнь оказывать во всем поддержку потому что по-другому это неправильно во всем чтобы она не сделала может быть и хуже хотя в этом ничего плохого нет вот видите пара двойка кубков эта карта называется пара то есть вы должны сейчас ощущать себя парой с этим своим ребенком не с кем-то другим у вас возможно есть муж отец этой девочки а может не отец просто муж какой-то ваш новый да вот вы должны с этого другого человека второго переключиться отключиться и включиться только в пару с этой девочкой то есть вы должны стать в каком-то смысле равными с ней вот и вы должны очень конструктивно и даже взаимовыгодно сотрудничать потом карта жрица а карта жрица при этом напоминает вам о том что вы мама жрица это бесконечно мудрая и обязательно старшая женщина здесь жрица это воплощение вашего материнства мудрость что такое мудрость никаких резких движений естественно никаких обвинений никаких истерик и слез никаких порывов карта это очень инертная и медленная она говорит что еще есть время подумать и у вас и у нее вот на что решиться поэтому будьте рядом с девочкой кстати даже физически скорее всего карты советуют побольше времени с ней проводить физически магазин ходите вместе в кино ходите вместе телевизор смотрите понятно что в каждой комнате у всех есть телевизор но вы все равно с ней садитесь вместе вот и включите вот такую вот маму то есть предел предел мудрости вашей должен быть знание потом еще жрица это знание понимаете эта же карта вам советует что-то узнать почитать на эту тему в интернете наверняка же есть очень много информации и такие же обеспокоенные родители тоже делятся тревогами своими может быть советы какие-то есть и тоже вы узнаете узнаете больше в каком возрасте это можно передумать отменить в каком возрасте нельзя это же тоже от возраста зависит вот потом еще понимаете вы девочке можете что сказать мне вот это давно приходило в голову просто на эту тему и раньше что вот как можно девочку переубедить становиться мальчиком из вот из мальчиков девочки хорошие получаются отличные красивые такие высокие мускулистые вообще прелесть весь Таиланд на этом живет да а вот из девочек мальчики позорные получаются то есть вы можете ей сказать что мальчик из тебя будет просто позорный никакой вот такой вот будет дрищ мальчик будет с узенькими покатенькими плечиками и ни одна девочка на тебя никогда не посмотрит ну то есть это вот подсказка не знаю мне вот так кажется что это убедительный довод если бы я захотела бы вдруг стать мужчиной посмотрела бы на себя ну что из меня за мужчина задохлик с большой головой кошмар и не стало бы а вот наоборот это хорошо мужчина как всегда выигрыш они могут и в женщин легко переделываться некоторым даже достаточно переодеться вот ну и интересно здесь показатель для вас карта шут это все-таки перемены то есть вам очень смело надо на это смотреть максимально смело шут это великий отрицатель отвергатель традиций никакого традиционного взгляда вашего не должно быть вы должны быть готовы ступить все-таки в эту пропасть а это вам сейчас кажется пропастью смена пола ребенком она кому угодно будет казаться потому что это невероятные деньги и это очень долго и затратно вообще вот поэтому шут говорит что в общем какие-то перемены неизбежны но я надеюсь что перемены все-таки в лучшую сторону для вас и для вашей девочки конечно я вам желаю счастья и чтобы эта проблема разрешилась неважно как но так чтобы вы все были счастливы и довольны следующий вопрос тоже мы здесь погадаем на картах задает Елена никогда не имела опыта отношений с женатым мужчиной ну так встали звезды так встали звезды свела судьба фатум просто все так говорят все так оправдываются фатумом если что не так мужчина просит время до лета что ну я так поняла фатум в том что с женатым человеком Елена встречается мужчина просит время до лета чтобы завершить брачные отношения стоит ли ждать или стоит идти дальше ну во первых помните у меня есть старое пристарое но видео хорошее оно по-моему называется восемь процентов да или чужой принц или восемь процентов как-то еще интересно я раньше же интересно называла видео а сейчас так чтобы смотрели то есть сейчас коммерция побеждает раньше творчество а сейчас коммерция понимаете вот и значит чужой принц или восемь процентов это видео называется есть такая статистика что мужчины уходят к любовницам только восемь процентов общих мужчин уходят от жены к любовницам а из них по-моему еще 90 что ли обратно возвращаем в общем там какой-то мизер вот какой-то такой настолько мизерный шанс вот рассчитывать что и конкретно из-за вас я не говорю что он сам по себе что он конкретно из-за вас бросит жену это ну просто вот настолько маленький шанс это как вот статистическая погрешность это как знаете международный лотерея выигрывает ну выигрывают люди конечно и полмиллиарда долларов выигрывают но нельзя же на это рассчитывать правда нельзя же жизнь свою строить с такой идеей что я выиграю полмиллиарда хотя бы очень хотел но задаем картам этот вопрос как мы спросим карты тогда завершит или не завершит то есть вопрос будет не про ваши с ним отношения а про его отношения с женой будет ли у него до лета развод или что-то подобное ну там разлук в общем уйдет ли он от жены вот так вот вот так спросим три карты для вас раз неужели те же самые два три нет не уйдет видите что получается в середине жрица карта это может быть очень хорошая но не в вашей теме не в вашем вопросе потому что здесь это женская энергия это другая женщина это та самая жена которая останется здесь да останутся у него сомнения и этот ложный выбор уходить не уходить а собственно и сейчас же у него это то же самое этот выбор он сам может быть искренне заблуждать кстати знаете что вам посоветую елена посмотрите гороскоп вашего мужчины вот там почитайте натальную карту вот если он решительный человек то вам ну как-то более-менее еще есть чего ждать а если он нерешительный промотайте видео назад кверху весы например супер весы то не дождетесь никогда не уйдет вот ну семерка кубков говорит что вот этот ложный выбор все равно какой-то останется то есть он все равно будет думать уходить ему или нет и окончательного решения и в отношении семьи и жены он не примет но жена будет семья десятка кубков видите это карта семьи эта карта здесь говорит что помимо жены как таковой вот помимо присутствия жены важно еще присутствие других людей третьих лиц это дети семья естественно родители мне не друзей мне не родственников и так далее поэтому к сожалению увы Елена мне вас пока нечем порадовать но он же не сказал все-таки до какого лета вы должны ждать да может быть до этого лета а может быть до лета 2034 года лето оно каждый год может быть когда-нибудь это случится вот следующий вопрос несколько выписал но уже времени нет мне бы очень хотелось узнать про свою работу спрашивает аника ничего не получается бьюсь как рыба об лед может быть найти другую вот к вопросу о работе если вы хотите вообще эффективно работать если вам это не все равно правильно или неправильно вы там профессиональную жизнь проживете то тут тем более надо смотреть натальную карту потому что в натальной карте вот уж про работу все точно написано кем вам подходит быть а кем категорически не надо где искать даже работу это опять же управители домов аспекты подскажут и так далее ну мы вам сейчас погадаем сейчас на картах а не ка ваша нынешняя работа то есть вы не уточняете узнать про свою работу ничего не получается бьюсь как рыба об лед можешь найти другую поэтому я думаю уместный вопрос такой будет или про другой давайте спросим с этой уже понятно что ничего ничего из ничего не будет умножение на ноль наши любимые как всегда потому что если работа вам не подходит или если она сама по себе потенциально плохая то вы бейтесь не бейтесь старайтесь не старайтесь вы сделаете только хуже потому что знаете не всегда если бьешь лапками можно взбить масло это если ты попал в сметану забьешь масло если ты попал в другое вещество понимаешь понимаете да то вы только глубже увязнете в этом веществе в материале я так спрошу для вас карту карты может найти другую то есть если вы сейчас начнете искать другую работу то что то что хорошо это будет или нет раз два и три да 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 карта вам советует именно найти другую работу в середине у нас выпадает паш мечей видите паш мечей это новость новое знание известие или новый человек это неожиданное может быть для себя самой какое-то вот вот это вот ваше решение но карта это очень срочно и спешно она как некоторая карта в колоде таро очень говорит про время то есть если вы срочно сегодня немножко вчера даже соберетесь быстро найдете эту новую работу какую-то вакансию должность какое-то место то вы найдете именно свое место карта мир абсолютная гармония то есть вы окажетесь среди нужных людей и на каком-то подходящем месте и вы найдете деньги король пентакли это не только деньги но это еще и уверенность король пентакли это постоянные деньги то есть это будет работа с хорошим доходом и работа которая буквально вашу финансовую бюджетную жизнь поменяет будьте по-другому зарабатывать а соответственно по-другому жить друзья мои такое длинное видео я благодарна вам за то что вы досмотрели как всегда присылайте ваши вопросы и не только а впереди нас ждут гадания уже на январь нового года представляете какая интрига какая загадка так что скоро увидимся спасибо спасибо Продолжение следует...